Весна в этом году Весна в этом году началась неожиданно рано, ровно с 1 февраля. Я думала, может она так в гости заглянула, но нет, пришла и осталась. Казалось, еще недавно я снимала снежные красоты, наблюдала за тем, как кормятся птицы, а уже сегодня ярко светит солнышко и на улице плюс 10. И я решаю навести избушку. Тем более, что недавно я натаскала в нее всяких разных кругляков из дерева тополя. Буду что-то со всем этим богатством изобретать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А пока я решила немного прибраться, навести порядок в своем травяном домике, наколоть дров, растопить камин. Как ни странно, все эти несложные дела расслабляют и умиротворяют. А теплая погода в войне способствует расслаблению. Даже дверь в сезоне не закрывают. Хотя я бы и от сугробов не отказалась, не успела насладиться снегом, хотелось бы еще. Но у нас зимы такие раз и нету. Ну да ладно, весна и веселые птицы. Есть чему радоваться. Тем более, что фотоловушка позволяет снимать удивительные кадры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И просто ели сырой кусочками. Благо тыква сладкая и ароматная. А сегодня я добавлю ее к мясу. И обязательно крупными кусочками. За 10-15 минут до завершения готовки блюда. Если тыкву готовить дольше, то она попросту вся развалится. А мне хочется сохранить в блюде целостность кусочка. А через 10 минут добавляю последние продукты этого блюда. Твердый сыр кусочками и яйцом. Кстати, если в суп или рагу добавить кусочки твердого сыра за 5 минут до готовности, то получатся великолепные сырные клетки. Сыр только начнет плавиться, но не успеет расплавиться полностью. Останется этакими потекшими кусочками, что добавляет в блюду особой пикантности. Субтитры делал DimaTorzok Как я и хотела, все кусочки остались целыми. Сыр лишь начал плавиться, мясо стало невероятно нежным. Кусочки тыквы сохранили свою сладость. И последний штрих. Зеленый горошек. Ням-ням. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»! Вот и подходит к завершению мой день в избушке. И я решаю выпить чаю с чабрецом у ручья. Тут-то и пригодился новый пень-колода. Немного физических усилий, и я обустроила новое место для отдыха и созерцания. Конечно, можно просто сидеть на деревянном помосте на ступеньках. Но когда появился такой пень в наличии, да еще с подставкой под кружку, не могла удержаться, чтобы его не использовать. И вот я пью чай, смотрю на заводь, невольно планирую работу на следующий выход к избушке. Снова нужно чистить заводь. Что-то она совсем в болото превратилась. Но это будет совсем другая история. Дел хватает. А на этом пока все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok